По замыслу эта школа должна стать не только одной из самых больших в России. Она рассчитана на полторы тысячи учеников, но и самой современной. Только лучшие педагоги, самые передовые методики и полный комплект оборудования. Открытие запланировано на декабрь, а пока с проектом знакомят первого замминистра образования России. По мнению Натали Третьяк, проект достойный, осталось дождаться реализации. Интересный проект, он отражает все эти тенденции, которые мы поддерживаем. Это и создание многофункциональных классов, и многопрофильных лабораторий, и создание мест, которые позволяют реализовать различные наклонности детей, и творческие, и спортивные. Школа уже получила весомую поддержку по федеральной программе модернизации образования. Есть шанс на победу в конкурсе, который инициировал Минобор. Подбирать команду профессионалов доверили Владимиру Кельдюшкину. Три года назад он стал финалистом всероссийского конкурса «Учитель года-2013», а сегодня руководит Самарской школой номер 53. Учебное заведение известно далеко за пределами города, прежде всего инновационными методиками. По такому пути пойдут и в новый. Лучшая школа – это лучшие учителя. Это лучшие учителя, команда, которая объединена одной целью, которая работает для детей в первую очередь, а не для того, чтобы там сами себя реализовать. Хотя это тоже, конечно. А что конкретно? Ну, мы пока прорабатываем вопросы. Мы уже ищем социальных партнеров. Я думаю, что чуть ближе к тому моменту, когда она будет открываться, мы сделаем отдельную презентацию и расскажем о наших идеях. В 53-й школе сегодня учатся 825 учеников, хотя рассчитано на 750. Одна параллель ходит во вторую смену, и каждый год открываются три дополнительных класса. Чтобы места хватило на всех, здесь собираются настроить еще один этаж и сделать пристрой, тоже по самым современным стандартам. А в дальнейшем этот опыт использовать при реконструкции других самарских школ. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.